здравствуйте дорогие друзья все и пренепременно у нас здесь идут небольшие работы продолжается строительство английской решетки продлевается у тегорд фоллс пойдет на эту решеточку который сейчас мелькнул в кадре в общем-то розы обрезаны я уже об этом говорила но у меня идут небольшие другие работы и есть такое вот скажем увлечение как делать всякие побрякушки из ракушки вот занялась таким вот делом ракушки которые у меня хранились лет пять они ждали ждали своего часа и наконец-то дождались я сейчас освободилась у меня немного больше времени и поэтому я хочу сделать кое-что из таких вот ракушечек я их когда-то окрасила с баллончика не все но некоторые окрасила с баллончика золотой краской еще мне понадобятся вот такие кольца я их взяла с кустодержателя который продается фикс прайсе дешевенький вот таким вот образом я оплетаю выдумываю разные рисуночки что в голову взбредет то и делаю вернее такой узор и делаю чем я делаю я делаю жгутом я их просто наматываю просто переплетаю вот у кого на что фантазия так скажем сработает есть у меня еще такие вот палочки с моей и ушки я их когда-то нарезала высушила ну и просверливаю в ракушках вот такие вот дырочки вот без разницы каким сколько миллиметров диаметр сверла так знаете когда-то делала совсем тоненьким сверлом сейчас делаю немножечко потолще потому что веревочка у меня немножко потолще вот такие рапаны видите я их насобирала на черном море на берегу во время шторма их выбрасывает а эти ракушки с черного моря но они не везде такие ракушки есть одно местечко потайное то есть чем отличаются эти ракушки от других они мягкие вот я еще нашла камень с дырочкой есть мне еще один где-то там в глубине вот но эти ракушки мягкие и легко просверливаются то есть наверное как это назвать кальций наверное в них какой-то мягкие рыхлые ракушки вот и они создают такой интересный звук когда подвешены на веревочке такой ненавязчиво нет ненавязчивое бряканье а вот рапаны вот такие вот закрученные раковинки и для меня специально хороши именно дырявые побитые об камни видите окрасилась баллончика и вот как блестит на солнышке они будут в подвешенном таком состоянии и поблескивать при закате когда солнце садится то есть когда она находится уже низко ракушечки эти блестят я конечно же покажу вам что у меня из этого получится ничего особенного но это такая кажется колючка но это орех морской орех водяной очень вкусный похож на каштан вот такие ракушки они все разного оттенка и когда наносишь на них золотую краску они немножечко отличаются и вот такой камушек с дырочкой я нашла тоже я его окрасила довольно интересно он смотрится через него тоже все смотрится вот сейчас займемся отделом ну люблю я такие штучки у меня на прошлом участке тоже висела одна побрякушечка но кто-то называет это ловец снов я это никак не называю просто мне нравится знаете сидишь наматываешь веревочку на проволочку и это своего рода такая медитация это какое-то отвлечение от других дел от быта от мыслей вот значит взяла я такой шпагатик сейчас там где-то как-то написано но без разницы какой толщины берете просто тоненький шпагат вот льняной жгутовые это потолще а вот этот потоньше тоже льняной он чуточку потоньше и поплотней я его именно на него буду подвешивать ракушки а оплетать буду толстым шпагатом можно было бы конечно взять и потолще можно было бы даже взять небольшой канат веревку что угодно вот у меня есть старая дрель папина потому что потому что дрель которая заряжается на аккумуляторе вон она сейчас занята папа ей работает на высоте ей легче работать потому что она легче а поскольку я нахожусь на земле и мне удобно сверлить вот таким образом на ракушке дрель тяжелая конечно рука от нее устает быстро но я думаю что папа управится быстрее чем я и мы с ним обменяемся инструментами вот так я насверливаю дырочки конечно же я выбираю местечко потоньше потому что есть ракушки и поплотней вот у самого-самого основания конечно если подвесить ракушка бы может быть и симпатичнее смотрелось но это очень долго делать долго сверлить кстати если вы будете вдруг надумаете сделать такую же себе штучку украшения такое небольшое дизайнерское украшение в сад то я бы рекомендовала ну поскольку вряд ли вы найдете такие ракушки мягкие хотя не исключение может кто-то из вас и живет рядом с тем местом где я брала эти ракушки только пожалуйста не спрашивайте где потому что все таки не очень хорошо возить ракушки с моря но просто помню был шторм и очень много раковин выбросила на берег вот видите там есть такие дырочки то есть кажется что ракушка толстая но на самом деле просверливается легко вот а если вы наберете обычных ракушек с какого-нибудь моря то я бы посоветовала как это называется по моему вот сейчас меня если мужчины смотрят или женщины которые более рука рукодель не чем я то наверное меня поправят потому что есть алмазная сверлышка тоненькая которая может просверлить даже плотную ракушку но давить на нее сильно не стоит потому что она может лопнуть и вот так вот аккуратненько аккуратненько я просверливаю бывает поддавливаю ну вот если вы замечаете если как вам видно она может конечно и немножечко раскрешиться у нас небольшой перерыв обеденный решеточка почти доделана сегодня было жарко смотрите как гортензия привяла но к вечеру она будет хороший а вот этот сорт отлично держится на жаре покажу вам что я сделала вот так если получится показать все в общем вот такие фабрикушки слышно просто узелочками закрепила и все и хочу повесить прям по центру туда вот такая обрякалка вот ракушки которые близко друг другу они как раз и бьются друг от дружки и извинят ну а так называемую люстру из двух колец и она конечно же будет находиться в другом немножко положении точнее эти кольца я стала делать уже поздно вечером хотелось уж очень хотелось быстрее все это закончить и повесить так скажем вот такие вот украшения своим розам конечно же знаете было очень приятно сидеть в тишине дрель работает негромко я думаю что никому не мешало этим жужжание и я включила свою любимую музыку наслаждалась и закончила все на следующий день мы уже повесили не знаю даже как это и назвали вот такое вот видео сегодня возможно я никого этим не удивила просто хочу поделиться с вами тем чем я иногда занимаюсь не скажу что это постоянное увлечение но я люблю делать какие-то вещи играть на каких-то непонятных инструментах не только выращивать розы делать окулировку изобретать какие-то штамбы из роз но и еще вот такие вот штучки а в конце ролика я покажу вам чем все закончилось а точнее какое украшение последние я сделала и куда провесила и а и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А вот это самая люстра Друзья мои, ну сюда конечно ушло больше ракушек И даже я прицепила еще один камушек И палочку Для чего? Не знаю, просто так Вот такая люстра Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok